Дизайн печатного издания, посвящённому проекту автомобилю. В нашей днике на улице действует сотни машин, но никто не обращает на них внимания, потому что это обыденность и норма нашего времени. Когда-то давно был совершён порыв с точки зрения не только инженерии, но и в дизайне, когда появились первые автомобили. Я считаю, что автомобиль ретро-эпохи – это произведение искусства. Красота и необычный ствол складываются в оригинальные и не устаревающие статистические точки зрения – дизайне. Эти автомобили были красивы в то время, и точно таки красивы они и сейчас. И своим проектом я хочу напомнить людям о красоте, показать и раскрыть её, заинтересовать в этом автомобиле. Это дизайн современного авто. Служился из эволюции внешнего вида тех первых производственных автомобилей. И в 2016 году исполнилось 130 лет первому бензиновому автомобилю. И к этой дате я решила выпустить серию книг о автомобилях ярких представителей предприятий. Мои книги – это конструкционное издание. Современное, простое и мобильное. Формат с усиленностью на 240, в мягких обложках с черепельным скреплением. Такой подход к армиллерии я считаю правильным, ведь я хочу, чтобы книги были на руках, чтобы их читали, смотрели, чтобы они не интересовались. И данный формат очень удобен, чтобы носить книгу с собой. Мягкая обложка обеспечивает лёгкость книги и гибкость. Название серии – ретро-легенды. Ретро, потому что речь идёт именно о ретро-автомобилях, о ретро-эпохе. Легенды, потому что это, ну, по-моему, очень негизарные автомобили. Собственно, в рамках серии у меня предусмотрена двуцветность. Построена несочетание одного основного серого цвета, который не изменен от книги, с каким-либо вторым ярким цветом. Все полосы издания сделаны с учётом модульной сетки 12-14, которая построена на основном троллигиаже основного текста, который равен 10,8-х годов. Микромодульная сетка даёт множество вариаций для верстки, а это именно то, что мне нужно, так как я разные разделы книги использую, как бы, разные подходы к оформлению, но в одном стиле. В основу шрифтового решения легли образы автомобилей того времени, их моторов, используя активные типографии, типографика и шрифтовые композиции. Здесь для шрифтовых композиции за основу взят шрифт Коста Абадония. Он подчёркивает такой ретро-эффект, но с элементной интерпретацией. А для основного текста взяты шрифты семейства гельев. Собственно, основные графические элементы, как бы, общая идея оформления основана на сочетании чёрно-белой фотографии с активной типографикой и сочетании антиквенных и градесных шрифтов. Как бы, и поэтому главные графические элементы, ну, непосредственно фотографии и шрифтовые композиции. В книге по четыре раздела все шрунцы оформлены одинаково. Основой служит чёрно-белая фотография. С правой стороны проходит полоса круга дорога, на которой расположено название раздела. С левой стороны шрифтовая композиция, набранная латиницей, которая повторяет название раздела. Собственно, подробнее о разделах. Первый раздел посвящен к истории компании. Здесь рассказывает о том, с чего всё начиналось, какие были первые разваты разработок и первые победы развития компании. Здесь используется зеркальное чередование элементов. Сначала фотография и шрифтовая композиция расположены на левой стороне раздела, а через один аналогичную историю гель на правой. Так и с другими элементами. Плюс идёт чередование основных цитутов. Как вы видите, блок основного текста занимает небольшое количество полосы. На здоровье есть воздух на счёт этого. Дополнительный текст оформляется в тонкую рамку и занимает очень мало места. Набран в других шрифтон семейства гель. Есть цитаты. Это реклупортия главного создателя и инженера компании, которые подчёркивают основной подход, позицию в создании автомобилей и табора брендов. Второй раздел посвящён семье, ассоциативному муцевателям и семьям. Точнее, пройдёт только от трёх представителей семьи, которые внесли свой класс в сравнении компании. Есть преобладающие статы композиции, которые, на которой цитаты разборота и разборота, подчёркивают общую композицию. К тому же, эти фразы, на ресницы набранные, являются плавной мыслью текста, представленным на развороте. Третий раздел книги – это «Кроника». Содержит в себе макарболный факс, разнесённый по годам за всю историю компании. Здесь используются шрифт гелиус-млайк, чтобы облегчить колонки, потому что этот раздел самый плотный по наличию текста. Верхняя полоса олицетворяет некоторые движения, а шрифтовая композиция – это кузов автомобиля. Следующий и последний раздел – это «Эксклюзив на все времена». Это самый большой раздел, и он посвящён непосредственно автомобилю. Здесь есть краткая информация о самой модели, её технические характеристики и модификации. Начинает раздел с «Дата». Это регупрация, в которой озвучены главные принципы, которые применяют в создании своих автомобилей и турниров. Мой подход к управлению этого раздела – это меньше текста и больше фотографий. Там, где текст разворотов, используется маленькая фотография, чтобы как-то объединить, но на последующих разворотах используется фотография на весь разворот, чтобы лучше продемонстрировать сам автомобиль. Вот. Собственно, заканчивается раздел тематической цитаты, фотографии небольшим блоком текста о том, что компания, как бы, бывает все живая по сей день, что они продолжают выпускать. А это всё. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.